Исполняющий обязанности мэра Бишкека более двух часов провел встречу с закрытыми дверями с представителями фирм-перевозчиков и водителями маршрута. Напомним, накануне последние потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов и более половины водителей приостановили работу. Они объяснили это ростом цен на автозапчасти и продукты. Зайдите в новостройки, туда не могут заехать троллейбусы и автобусы, только маршрутки. А мы заезжаем туда и оттого ломается транспорт, рессоры, взрываются баллоны, разбиваются стекла. Во время пандемии мы возили граждан в обсервации, за это нам не заплатили ни сома. Мы обсудили вопрос повышения тарифов за проезд. Нам пообещали, что в течение трех месяцев этот вопрос будет решен. Мы согласились, уже 9 лет не поднимался тариф, но пока решают этот вопрос, мы поставили свое условие – снизить тариф на патенты соцфонд. Водители уже неоднократно обращались в мэрию с просьбой повысить стоимость проезда. Последний раз он увеличивался с пяти сомов до десяти в 2012 году. Принимая во внимание инфляцию, мэр направил письмо в Минэкономики для рассмотрения этого вопроса. Мы отправим письмо в Минфин. После будет создана рабочая группа, которая рассмотрит этот вопрос детально. Как только рабочая группа предоставит свой отчет, вопрос повышения тарифов будет поднят на повестке дня в Бишкекском городском Кенеши. У них тоже есть свои процедуры. Это может продлиться до мая. Я могу принять меру в отношении водителей, но если завтра полторы тысячи маршруток не выйдут на линии, в городе будет хаос. Также исполняющий обязанности городоначальника сказал, что в отношении тех, кто ломал водителям двери, бил стекла и всячески препятствовал их работе, проводятся проверки. Нарушители понесут ответственность. В городе орудует 5-6 таких групп. Они ходят и бьют стекла тем водителям, которые выехали на линии. Сегодня до вечера мы должны их найти и наказать. На сегодняшний день маршрутные такси перевозят более 60% пассажиров в городе. Несмотря на то, что на балансе центра около 400 автобусов и троллейбусов, половина из них нуждается в ремонте. Если с 1 февраля школы, детские сады и высшие учебные заведения начнут работать в полную силу, спрос на общественный транспорт также возрастет. Улан Касенов, Ирлан Джуншалиев, Бексултан Курманбегулу, Алато, 24.